Сегодня мы пришли в суд, который проходит по поводу одиночных пикетов, которые произошли в Крыму, как всем уже известно. И это даже тяжело назвать судом, это судилище. Судилище не конкретно над какими-то лицами, как я считаю, а именно над всем народом, наверное. Так как народ вышел выразить свое мнение по поводу происходящих событий в Крыму, а именно задержание наших единоверцев, соотечественников по поводу того же беспредела, который в целом проходит в Крыму. Говорят о том, что этот пикет был не одиночным, а объединен. Дмитрий, я перерывно, что мой одиночный пикет, который был по поводу репрессии. Этот суд тоже является, допустим, репрессией, потому что меня вообще судить не должны за одиночный пикет. Масштаб репрессии нарастает. Обыски, аресты, поищения. Я писал в своем опознательном документе, допустим, в РОВД, о том, что я вышел на пикет из-за происходящих событий в Крыму. То есть несанкционированные обыски, запугивание детей, людей, убийство бабушек, да, как бы на ваджа была убили. Потом пытка парламного ренада, да, вот я это приповеду. Саляму алейкум. Крымская солидарность. ПКТ Красногвардейская. Суд над 10 пикетчиками. 18-е, 12-е, 17-го года. Везде полиция. Дорогу перекрыли с двух сторон. Я пришел сюда, потому что я солидарен со своим народом. Выражаю ему свою признательность. И хочу дать объяснение, что мой народ не террорист. Здесь абсолютно мирная акция в поддержку своего народа. В железнодорожном суде России рассматривалось три административных дела. Типа административного Балюманова, Айдеру Маневу, Синдери, Динакова, Нуракова и Азизова. Всем дали по 10 тысяч штрафа. Несмотря на то, что доказательства виновности представлено не было. Кончились судебные заседания по административным делам. Мы, конечно, суда люди не питали, а ускоряя появилась ситуация. Так как между заседаниями было в расписании по чайству народа, что говорит о том, что решения были готовы. Не нужно того заранее, а не были шаблоны. Поэтому то, что суда просто здесь народ, то, что очень много гражданских защитников появляется, говорит о том, что мы уже победили, мы уже выиграли этот суд. Поэтому, Джемат Борщидин Хоркманус, ничего не бойтесь. Вы закон не нарушаете. Вы являетесь теми гражданами, которые вышли, согласно Конституции, выразить свое право на одиночные пикеты. Поэтому никакого правонарушения, мы считаем, не было. И эти штрафы, они, с нашей точки зрения, не законны.